Сегодня народная артистка России Надежда Бабкина раскрыла секреты своего мастерства. Руководитель ансамбля русской песни провела мастер-класс для самодеятельных коллективов Чувашии. Подобные показательные выступления она старается устраивать в каждом регионе, причем к ним артисты заранее не готовятся. Все происходит экспромтом. В театре Чувашского училища культуры такого ажиотажа не было давно. Чтобы принять участие в мастер-классе, известны певицы. Многие были готовы простоять полтора часа в проходах. Свободных мест в зале не осталось. Мастер-класс Надежде Бабкиной помогали проводить ее подопечные, артисты из коллектива «Русская песня». У такие испытания они устраивают всем новичкам. Голоса студентов, а в ансамбле их много. До идеала оттачивают профессиональные хормейстеры. Когда за дело берутся профессионалы, русская песня звучит звонко. На репетициях артисты выкладываются по полной. Ансамбль уже давно работает по проверенной методике. Здесь важно, знаете что, не правильность пения, а тембральное звучание. Скажем так, фишечка русской песни именно в тембральном звучании. Именно подбор тембров играет главную роль. Понимаете? Не просто, что вокалист хорошо поет. Вокалист может петь прекрасно, но он может просто нам не подойти по звучанию тембра. Свой мастер-класс Надежда Бабкина проводит за несколько часов до гала-концерта. Впрочем, признаются артисты, именно так проходит каждая репетиция коллектива «Русская песня». Чтобы выйти на сцену и завоевать своего зрителя, приходится долго работать над голосом. Вместе с «Русской песней» в мастер-классе принимали участие и зрители. Предложение Надежды Бабкиной никого не застало врасплох. 7, 8, 3, 4... Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.